Всем привет, друзья! С вами канал AlexPro, игра Bet2BetApocalypse. И в этом выпуске мы будем улучшать летающего дрона-манипулятора. И посмотрим, что же за функции добавятся, насколько они будут интересными и полезными. То есть заценим, что же там за фишка-то такая с картой добавляется к этому дрону. И так, как вы знаете, после апгрейда всех зданий, строений, каких-то структур, в том числе и роботов, они меняют свой вид и становятся сильнее. Робот EB не станет исключением. А функции, которые есть сейчас. Сбор информации о противнике, расширить сведения о мини-карте, запустить ремонт Бигфута. Вот так. То есть сбор информации о противнике, когда появился у нас этот летающий робот, стали появляться названия самих злодеев, вот, хп и так далее. Но сейчас мы сможем немножечко улучшить. Активирована функция обнаружения, что-то новенькое. И повышен уровень ремонта Бигфута. Дело в том, что улучшение этого самого дрона очень-очень полезно с точки зрения вообще прохождения всей карты. Вот такой вот был серенький, да, а стал вот такой вот оранжевый. Дело в том, что для починки специальных мехов, такие вот скафандры, по сути, наверное, боевые, понадобится именно вот этот EB. Но, к сожалению, второй уровень не дает возможности починки. А починка откроется лишь на третьем уровне. То есть нам необходимо еще два основных компонента этого уникального дрона. Запущен ремонт боевой мехи. Именно так и активирован режим постоянного обнаружения гнезд одичавших. Полагаю, мы будем видеть точное месторасположение этих самых гнезд. Но сейчас заценим новую функцию, которая у нас появилась. Кстати, ночью давайте выйдем и заценим. Выйдем, кстати, в район, где находится боевая меха. Так будет интересно. Уровень первый здесь сложность. Итак, ночью лезут всякие гады. К нам, да, по полной программе. Вот новая функция, вот такой вот радарчик. И мы теперь видим на мини-карте, но, к сожалению, нет развернутого формата, да, чтобы прям анализировать. Где там много злодеев, где мало. Вот здесь вот видим, где эти опасные субъекты расположены. Вот, и можем их гасить целенаправленно идти. У нас интересует зеленая точка. Сейчас подойдем к ней и почитаем боевую меху. Вот такая вот какаха металлическая. Вот. Чтобы починить это, мне понадобится улучшенный ибль. Значит, для начала, когда я подходил, необходимо было собрать ресурсы. Я их собрал, потом такой прихожу. Не, типа, а что-то не то, надо что-то как-то подкачаться. Я же думаю, блин, ладно, сейчас как подкачаю, как приду сюда, прихожу, а здесь... Пишут, не-не-не, типа, как бы вы улучшили, но улучшили недостаточно. Вот так-то. Но в целом мне вот эта функция очень-очень сильно понравилась. Единственное, что она имеет перезарядку. Вот. То есть 3 минуты. Вот, и потом примерно секунд на 30, наверное, работает активно. Это действительно очень-очень удобная фишка. Чтобы понимать, когда вот на хай-левеле, там где-то уже 7-8 уровни противников, там реально нужно понимать, куда бежать. Чтобы как-то скрыться, добежать до вертолетной площадки и улететь, если наступила ночь. Поэтому робота будем выкачивать. Но, к сожалению, с ресурсами для робота не все так просто. Вот. Выпадают они крайне редко, вот эти ресурсы. Предполагаю, что будет один вот еще, наверное, в углу. То есть я как-то их находил по углам, по-моему. То есть один на шестом уровне вот здесь вот нашел внизу, в углу. И один, я думаю, будет вот под треугольником восклицательный знак. Вот в углу, наверное, там еще будет. Но не уверен. Но буду искать, то есть буду апгрейдить. И когда заапгрейжу уже до третьего уровня, стараюсь восстановить меху, потому что это реально мощная тема. Кстати, давайте машину обчистим. Оказывается, до сих пор еще не обчистил. Патрончики, ну пусть будут. Так, и сейчас вызовем вертолет, чтобы было вообще круто, да? Так, а ну-ка. Вот такой вот вертолет. Пушка тут модная такая, то есть все очень круто. Вот, двигаемся мы, двигается и вертолет. Он не успевает почему-то стрелять. Наш герой всех уничтожает с одного выстрела. Но вертолеты, конечно же, можно улучшать. Но они также будут становиться круче. Ну что ж, друзья, на этом пока все. Понравилось видео. Ставьте лайк, подписывайтесь на наш канал. А будут вопросы, пишите их в комментариях. И в наших соцсетях. Пока-пока, друзья. И до встречи в новых выпусках.